Представьте себе аппарат, который днем выполняет функцию шоковой заморозки, шокового охлаждения, размораживания полуфабриката, а ночью расстаивая тесто для утренней выпечки. Не удалось представить? Тогда знакомьтесь, аппарат шоковой заморозки Apache ChefLine. Аппарат ChefLine это возможность шокового охлаждения, шоковой заморозки, расстойки с последующим охлаждением, хранения замороженной или охлажденной продукции. В этом аппарате установлен инновационный ультразвуковой увлажнитель, благодаря которому мы можем понижать влажность в камере с 95 процентов, требуемых для хлебобулочных изделий, до минимальной влажности, требуемой для охлаждения шоколада. Перед нами многофункциональный шкаф Apache ChefLine на 6 уровней загрузки. Максимальная загрузка для шокового охлаждения от плюс 90 до плюс 3 градусов 15 килограмм, для шоковой заморозки от плюс 90 до минус 18 градусов 11 килограмм. Чем примечательный этот шкаф? Помимо гастрономических емкостей, так называемых GN 1.1, мы можем загружать в него емкости IN 400 на 600, то есть это пекарские емкости. Также в линейке Apache ChefLine представлены аппараты на 5, 7, 10, 14, 20 уровней, а для больших производств на одну, две либо три вкатные тележки. Панель управления, тачскрин, понятно, доступно, информативно. Рядом с каждой строкой кнопка информации, поясняющая принципы работы выбранного режима. На панели мы видим USB-порт. Он предназначен для обновления программного обеспечения, загрузки-выгрузки рецептов и протоколирования HAST. Несколько приятных дополнений. Термощуп, позволяющий сделать работу компрессора максимально эффективной. Размораживание горячим газом, позволяющее за несколько минут удалить иней из рабочей камеры в конце каждого цикла. Снаружи и изнутри шкаф выполнен из нержавеющей стали. Толщина изоляции 60 миллиметров. Легкий доступ к отверстию для слива конденсата. Легко заменяемый магнитный уплотнитель. Шкаф может работать при температуре окружающей среды плюс 43 градуса по Цельсию. Ну что ж, перейдем к расстойке. В этом аппарате три варианта режима расстойки. Первый – это расстойка с остановкой брожения. Расстойка для деликатных сортов хлеба, допустим, для чаобаты. Долговременная, с прерыванием брожения. Расстойка в ручном режиме, когда мы сами задаем параметры внутри камеры, как то часы, минуты, температуру, вентиляцию и влажность. И непрерывная расстойка. Расстойка, которая нужна, допустим, для таких сортов теста, как слоеное дрожжевое. Для работы в этом режиме вам нужно выставить контрольные точки. При достижении нужной влажности и температуре аппарат просигнализирует. Вам останется только загрузить продукт внутри камеры. Ну что ж, посмотрим, что происходит с нашим слоеным тестом. По-моему, все прекрасно. Тесто поднялось. Можно ставить выпекать. Шоковое охлаждение, шоковая заморозка. Особенностью этого аппарата является возможность контролировать работу компрессора в зависимости от объема загружаемой продукции. Нам необходимо заморозить предварительно приготовленные в аппарате сувид свиные ребра. Выбираем режим замораживания до минус 18 по времени. У нас есть готовые рецепты. Выбираем мясо и рыбу, так как у нас мясо. Камеру мы предварительно охладили. Аппарат нам предлагает выбрать количество продукта. Я думаю, что это будет примерно 20% от общего объема камеры. Включаем ОК. И первый шаг у нас пошел. При достижении заданной температуры внутри продукта, аппарат переходит в режим хранения, в режим hold. Так, ну что ж, проверим наши ребра свиные. Мне кажется, великолепно замерзли. Вот, смотрите сами. И теперь хочу вам показать еще один момент интересный, который существует, или функция, который существует в нашем шокере. Эта функция называется оттайка или разморозка. Любой профессионал знает, что мы сейчас работаем все по протоколу ХАСП. То есть, как замораживаем продукты, так и размораживаем продукты обязательно по протоколу ХАСП. Выбираем на дисплее мясо с костью. Загрузка продуктов в процентном соотношении от объема камеры. Я думаю, что это 20%. ОК. И вот камера сразу переходит в режим оттайки. Дисплей очень информативный. Смотрите, я всегда могу посмотреть в каждом цикле, при какой температуре воздуха, при какой вентиляции и какое количество времени я буду тратить. Допустим, первый минус 20 в течение 36 минут. Второй, я думаю, что, наверное, 16 это многовато. Давайте возьмем 10. И последний, я думаю, что это будет 0. Нажимаем ОК. Все. Цикл запущен. И через пару часов наше мясо будет в идеальном состоянии. Ну что ж, друзья, посмотрим на наши ребра, которые, как вы помните, были приготовлены в сувиде, затем заморожены в нашем шоковом шкафу. И сейчас мы их поставили на оттайку. Посмотрим, как произошла оттайка, собственно. Ну что ж, прекрасно, мне кажется. И мы можем работать с этими ребрами уже на режиме регенерации в нашем жарочном шкафу в параковинных томате Apache Chef Line. Хотелось бы выделить возможность приготовления замороженных десертов, таких как гранита, мороженое, кремовая масса. Например, чтобы приготовить десерт из мороженого с ликером, выходим в персональное меню, выбираем программу мороженое. Она уже здесь предварительно заложена. И можем загружать продукт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова